А что такое сумасшедший дом? Мы начинаем отождествлять себя с тем, с кем мы вообще не являемся. Я, наверное, открою вам тайну, но вот, например, кто вы по нации, молодой человек? Давайте уж с вами работать. Я вот знаю, у вас жена красивая, я понял, выхожу. Давайте вот так. Русский. Профессия. Менеджер по продажам. Что еще? Живете здесь, в Минске? Житель Минска. Возраст. 29 лет. Это имеет, как вы думаете, какое-то отношение к вам? В какой-то степени это так. Дорогая, вы не переживайте, я постараюсь вас пути истины не сбить. Мы еще домой успеем сегодня про семейные ценности поговорить. Я вас, может быть, шокирую, но это не вы. Это роль, которую вы играете. Вам сейчас 29 лет. Через год вам будет 30. А через 90? Вы математику помните? Больше. То есть все в этом мире временно. И мы одеваем роли. Я думаю, на этой сцене когда-то театр был. Играли же какие-то роли. И представьте артист, который вжился в роли. Ведь есть такая болезнь, знаете, да? Что некоторые артисты сыграют роли, и они потом из нее не выходят. Они так в нее вжились. И мы часто вживаемся в эту роль. Но мы не имеем отношения к этому. Мы вечные души. Мы родились. У нас роли. Например, вы русский, живете в Белоруссии. Работаете менеджером и так далее. У вас красивая жена. Но это роль. И она не вечна. Не так ли? Я чувствую вам это чуждо. Ну, я такую глубокую теорию дам. Которую вот. Ну, я немножко настроюсь. Горы, Гималайи. И про горе, кстати, поговорим. Все временно. Такой философский несколько подход к жизни. Но это временно. Если мы вживаемся совершенно в эту роль, мы уходим от того, чтобы быть мастерами своей судьбы. Потому что если мы хотим быть здоровыми, счастливыми, богатыми, успешными в Минске, то для этого важно стать мастером своей судьбы. Даже если в Москве хотите, в Лондоне, во всей вселенной. Нужно быть мастером своей судьбы. Для того, чтобы быть мастером своей судьбы, очень важно осознавать вот это, что мы временные. Мы душа. И мы играем роль эту. Когда-то вы расстанетесь с женой. Дорогая, это может быть не в этой жизни. Может, еще пять жизней вместе. Но так же, нет? Вы ее любите? Тогда вы должны ценить каждое мгновение отношений с ней. Когда мы понимаем, что все временно, мы начинаем ценить отношения. Потому что все, кто нам вокруг дается, для того, чтобы еще глубже испытать опыт безусловной любви. И когда мы живем в этой роли, то есть мы осознаем, что у нас есть роли. У нас есть роли, я так понял, менеджера по продажу, меньчанин такой-то национальности и так далее. Кто-то работает в правительстве, кто-то на заводе и так далее, кто-то водитель. Но это, опять же, роли. Очень важно их хорошо играть, быть хорошим мужем, хорошие роли, но иметь цель, что мы хотим в итоге. И понимать, что мы к этому особого отношения не имеем. Наша главная цель – это, безусловно, любовь. Как мы проявляемся в отношении. Потому что в этом мире самое главное отношение. Понял, пауза. Вы можете что-то в этом мире достигнуть, если у вас плохие отношения, ну, например, с государственными служащими? В другой стране. Я успокою, и там тоже нам вряд ли. Поверьте. Не имей 5 миллионов белорусских рублей. А что? А 6 миллионов, нет? Как вам мало? Ну, ребята, я надеюсь, что после этой лекции вы начнете расти, станете мультимиллиардерами, здоровыми, гармоничными, полными любви. А вы 6 миллионов себе цели. Это же как? Вы раз себе подсознание сказали. 6 миллионов. Даже не долларов, которые скоро прекратят свое существование. 7. Я понимаю, что когда мы дойдем до цифры 10, кто-то истерично закричит. Давай, Рами, давай! Хватит лекции, все понятно.